МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздник Созидателей, как чествовали армавирских строителей в муниципалитете. Схема преткновения, почему участников движения не устраивает новая разметка. Победа в Волжском. С каким счетом черно-белые на выезде обыграли хозяев поля? Здравствуйте! В студии Марина Белова. Вместе с корреспондентами канала РЕН-ТВ «Армавир» познакомлю вас с основными событиями из жизни города. Андрей Харченко вместе со своими заместителями, руководителями структурных подразделений администрации города, провел очередной прием граждан по личным вопросам. Многие проблемы, как и прежде, связаны с улучшением жилищных условий. Подробности в первом сюжете выпуска. Традиционно один раз в месяц глава и его заместители проводят расширенный прием граждан. Общение с жителями проходило в городском дворце культуры и длилось около трех часов. Чтобы помочь обратившимся, каждый вопрос рассматривали тщательно. Владимир Афанасьевич Болдырев пожаловался градоначальнику на одну из управляющих компаний, которая протестовала решение жильцов о понижении тарифов. Однако суд протест отклонил и признал принятое жителями решение обоснованным. Теперь пенсионер просит от управляющей компании извинений. В отношении к управляющей компании 4, которая подала иск на 46 жильцов дома, в том числе и меня, за нанесение ей морального и материального ущерба. Какое совершил я преступление, за что я должен отвечать? Сейчас какая бы мера по-вашему была бы, чтобы вы внутренне были беспокоены? А меня интересует одно, если это ложное обвинение, пусть управляющая компания пронесет извинения и откажется от этого ложного обвинения. Сегодня вы морально его оскорбили, потому что привлекали его в частности, как одного из собственников жилых помещений в суде. И просят извинения, значит, это извинение можно принести. Прием по личным вопросам провел градоначальник и в местном отделении Единой России. Многие вопросы, как и прежде, связаны с улучшением жилищных условий. Таисия Михайловна Деревягина просит оказать содействие в замене канализационной трубы. Сколько я живу там, там канализационная труба вообще вышла из строя, вся как решитова. А антресоли, там залито все. Было немножко, а стало много. У вас есть ответ руководителя первой компании, где написали до 1 октября в 2-го. Поэтому мы возьмем на контроль. На проблемы, устранить которые обязан муниципалитет, градоначальник дал конкретные сроки. Контролировать выполнение поручений помогут регистрационные карточки, в которых указаны сроки исполнения и ответственный за них чиновник. Всего с начала этого года в городскую администрацию поступило более 4 тысяч обращений армавирцев. Александр Ефанов, Александр Романовский. Специально для телеканала РЕН-ТВ. Армавир. К другим темам. Во второе воскресенье августа строительное сообщество отмечает свой профессиональный праздник. Во все времена труд строителя был ценен и востребован. Строители дают людям кров, а значит уверенность в завтрашнем дне. Возводя школы, больницы и детские сады обустраивают социальную инфраструктуру. Строят дороги, мосты и таким образом улучшают условия жизни. О том, как чествовали армавирских строителей, расскажет Влада Волошина. Строители – это особый народ. Их работа заключает в себе большую ответственность, и они стараются оправдывать ожидания. Вспомним, кому мы обязаны успехом в стройках века и создании самых разных объектов. Конечно же, людям с мастерком и шпателем. Строительная отрасль нашего города пережила разные периоды. Были и подъемы, и спады. За последние годы мы уже привыкли, что у нас регулярно вводятся в эксплуатацию новые объекты, которые становятся визитной карточкой армавира и частью комфортной жизни горожан. Вы молодцы. И просто вот без вашей работы, без работы отдела капитального строительства, я тоже хочу работу специалистов отдела отметить, наверное, бы армавир в своем развитии восстановился. Сегодня мы благодаря вашему труду движемся вперед, имеем перспективы. В этом году День строителей отмечается менее пышно, чем раньше. Отменены краевые мероприятия, на которых чествовали виновников торжества. Это связано с трагедией в Крымске. Однако администрация армавира нашла возможность по традиции собрать сотрудников местных строительных организаций и поблагодарить их за вклад в развитие города. Буквально пять лет назад, когда мы говорили, что наш город – жемчужина Кубани, это была правда, но не такая полная правда, как сейчас. Сейчас это слово, это словосочетание наполнено реальным смыслом. Наш город действительно один из самых красивых городов нашей Кубани. И в этом заслуга многих-многих людей. И прежде всего вас, строителей. С развитием новых технологий работа строителей становится более эффективной. Однако все равно остается одним из самых трудоемких занятий. Все знают, что хорошие строители всегда высоко ценились. Любой прораб скажет, что профессионализм – это залог высокого качества производимых работ. Армавирцам краснеть никогда не приходится. Всегда армавирцы отличаются тем, что у вас все объекты сдаются с очень высоким качеством. То есть мы стараемся держать марку. Строители армавира ее всегда держат на высоком уровне. Очень исполнительны сегодня. То есть, когда вы создаете объекты, вы вкладываете в него свою душу. Мы присоединяемся к теплым словам поздравлений и желаем нашим строителям дальнейших успехов в работе. Влада Волошина, Александр Романовский, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». Продолжаем выпуск. 30 дней как дома. Гражданам Казахстана и России разрешили месяц гостить друг у друга без регистрации. Соответствующее соглашение президенты двух стран подписали 7 июня. Раньше путешественники могли не вставать на миграционный учет всего 5 суток. Сейчас на границе двух государств им выдадут специальную карту. С этого момента и начинается отсчет 30 дней. Граждане, которые прибывают в гости к нам, я имею в виду по частной цели, по коммерческой, по служебной, туризму, если они осуществляют, они могут спокойно 30 дней ходить, гулять по городу Армавиру и не приходить к нам, остановиться на миграционный учет. А потом уже, если они вдруг захотят остаться или осуществлять какую-то трудовую деятельность, они обязаны встать на миграционный учет. Приходит российский гражданин с паспортом и с казахским паспортом, с миграционной картой. И никаких проблем мы их остановим на миграционный учет. К другим новостям. Не оценили заботы. Жители улиц Чечерина и Красный Обрыв недовольны разметкой, которая появилась на автодороге по улице Ефремова в районе молодежного рынка. Проезжую часть недавно отремонтировали и разметили по новой схеме. В результате исчез переход на повороте дороги, а сплошная линия на перекрестке Чечерина и Ефремова не дает возможности заехать домой местным жителям. В ситуации разбиралась Влада Волошина. Этот участок дороги отремонтировали совсем недавно. Положили новый асфальт, нанесли разметку. Со стороны Люба дорого взглянуть, однако обновлению рады не все. В числе недовольных жители улиц Чечерина и Красный Обрыв. После того, как на их перекрестке появилась сплошная линия, стало проблемно заехать домой. Линия расположена так, что почти закрывает единственный въезд на улице, где проживает 12 семей. Кстати, у всех есть машины. Приходится ехать чуть ли не до юбилейного разворачивания. Но оттуда идешь по правилам, не вписываешься в поворот. Здесь или кольцо, чтобы сделали. Потому что машина очень усилилась и вообще не заехать. Чтобы заехать на улицу Чечерина, нужно сделать крутой разворот. В числе помех и раньше были соседский забор, узкая улица и подъем на горку. А теперь добавились бордюрные камни и сплошная линия. Нарушать правила рискованно – перекресток под прицелом видеокамеры. А если их соблюдать, неизбежно возникает аварийная ситуация. И это еще не все. Местные жители говорят, что новая схема разметки создала проблему и пешеходам. Исчез переход, который был на повороте дороги, недалеко от перекрестка улиц Ефремова и Чечерина. До ближайшей зебры теперь далеко, и люди выходят из положения другим способом. Да бегом, как жирафы перебегаем, ни на машине, ни пешком, ни детям в школу пройти, ни в садик, никуда. С одной стороны, пешеходный переход нарисовали, а с нашей стороны вообще идти аж до молодежного рынка обходить. Тут нужен хотя бы светофор для пешеходов. Потому что найти пешеходный переход водителей не очень многие соблюдают. Мы решили найти автора новой схемы разметки. В администрации города объяснили, что этот участок дороги федеральный, и местные власти не имеют к нему отношения. Подрядные работы выполняла организация ДСУ-4, главный инженер которой объяснил, что его сотрудники всего лишь исполнители. Проект разметки составило управление автомобильных дорог Краснодарского края, согласовав его с краевым же ГИБДД. Переход перемещен в целях обеспечения безопасности пешеходов. А по поводу необходимости злополучной сплошной линии пояснения могут дать только авторы проекта. К ним же и должны обращаться жители с просьбой внести коррективы в разметку или установить светофор. Лада Волошина, Евгений Холмацкий, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». Новости спорта. Успешная игра на выезде и торпеда на пятой строчке турнирной таблицы первенства России среди команд 2-го дивизиона «Зоны Юг». Это уже вторая победа черно-белых после двух же ничьих. Подробнее о ходе игры и о том, кто стал автором решающего гола, в материале Ларисы Юровской. Несмотря на жаркую и душную погоду 9 августа, 2,5 тысячи болельщиков «Энергии» с нетерпением ждали встречи своей команды с «Армавирским торпедом». Долгое время волжане не могли выиграть у черно-белых. Со сменой главного тренера «Энергия» решительно настроилась на реванш. Но не тут-то было. Перед этой встречей наша команда провела тяжелейший матч с новокубанским биологом. Восстановить силы за 4 дня было очень сложно. Но, несмотря на это, черно-белые старались завладеть инициативой. В первом периоде распечатать ворота противника не удалось. Во втором тайме после ряда замен черно-белые усилили натиск. На 60-й минуте Сергей Веркашанский получает длинный пас центра поля от вышедшего на замену 9-го номера торпеда «Томаза Дряева». Врывается в штрафную хозяев, обыгрывает защитника и прицельно бьет в ближний угол. 1-0. Все оставшееся время футболисты «Энергии» пытались отыграться. Но тщетно. Счет 1-0 в пользу черно-белых сохранился до конца матча. «Честно говоря, очень хорошая команда по сравнению с прошлым годом и сейчас. Это небо и земля. Я думаю, что большие перспективы у команды, потому что вы работаете все вместе с вами». «Мы свой шанс не использовали. Ребята там более опытные, поэтому, наверное, два голевых момента, из двух один они использовали. Сказалось, мастерство. Класс. Команду чуть повыше нашел. У нас команда молодая, ребята молодые. Но хочу отметить, я ребят поблагодарил за эту игру. В любом случае, по организации, по самоотдаче у меня претензий нет». После четырех туров «Торпеда» имеет 8 очков и занимает пятую позицию в турнирной таблице. 14 августа в 18 часов черно-белые на своем поле принимают команду «Астрахань», которая по результатам игр на два очка опережает наш клуб и занимает второе место в турнирной таблице. Лариса Юровская, Граер Ванян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. От новостей спорта к метеопрогнозу. Я снова передаю слово Ларисе Юровской. Она уже в студии и готова познакомить нас с информацией синоптиков. Спасибо, Марина. Здравствуйте. Вероятность того, что уикенд на этой неделе будет испорчен дождливой погодой, где-то процентов 50. В субботу синоптики прогнозируют осадки, а в воскресенье по сводкам будет ясно. Самое главное теперь, чтобы небесная канцелярия со свойственными ей капризами не переставила дни. 11 августа температура воздуха днем 24-26 градусов тепла. Атмосферное давление 763 мм ртутного столба. Ветер восточный, умеренный. Но любители здорового образа жизни будут отмечать день физкультурника при любой погоде. В воскресенье утром 26, днем 30 градусов с плюсом. Атмосферное давление 760 мм ртутного столба. Ветер восточный 4 метра в секунду. Надеемся, что этот прогноз порадует тех, для кого первым делом самолеты. И они отлично отметят день военно-воздушных сил. У меня о погоде все, Марина. Информация о погоде завершила выпуск. С новостями вы можете также познакомиться на сайте ravita.info и на авторадио Армавир. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова